Это сейчас в руках у парикмахеров щипцы, с помощью которых можно сотворить настоящее чудо. Девчонки послевоенного времени о таком инструменте могли только мечтать. Чтобы сделать красивую прическу, использовали всё, что попадалось под руку. Гвоздик в печку в горячий угли и этот гвоздик на волосы. Кудряшки. Старались гвоздик потолще выбирать, чтобы кудри были покрасивее. А потом бумажечки. Свертывали бумажечки в трубочку. Бумажечку завязывали её. И на ночь. Нина Андреевна тоже ребёнок войны. Во второй плане сороковых жила в деревне и очень хорошо помнит атмосферу, которая царила тогда на танцевальных площадках. В то время играла музыка Шульженко. Дальше, сейчас вам скажу, Шаляпин. И всё-таки Козин. Я слышала. У нас патефон был. И вот заводили. А мои братья двоюродные, дядя, он тоже пришёл с войны раненый. Они играют на кардионе и на баяне. Готовиться к балу помогают профессиональные визажисты и парикмахеры. Делают не только прически, но и макияж. 80 участниц предстоящего бала, благодаря стараниям девушек, за пару часов стали ещё красивее. Хочется, чтобы они немножко расслабились, получили удовольствие от нашей работы, от своего преображения. Это уже традиция. Первый бал для тех, кто помнит весну 45-го, дали 4 года назад. Потом был перерыв из-за коронавируса. И вот эпидемия отступила. И снова зазвучала танго. Как тогда, в победном мае. Атмосферу в зале поддерживает танцевальный клуб «Радуга вальсов». Мы, во-первых, хотим доставить радость тем, кто приглашён. Во-вторых, показать, что люди нашего возраста вполне ещё себе, слава богу, могут что-то. И чтобы на нас равнялись, и чтобы доставить радость другим, мы танцуем в этом зале. С поздравлениями и словами благодарности к ветеранам и детям войны обратились глава города Дмитрий Наумов и вице-спикер Городского совета народных депутатов Лариса Пышонина. Мы хотим сделать всё для того, чтобы наши ветераны почувствовали себя опять молодыми, радостными, весёлыми. Поэтому этот балл именно для этих целей столом. Чтобы напомнить им о всём том хорошем, что было. И сделать, как говорится, задел на будущее. Чтобы как можно лучше и дольше продолжалось вот это радостное, правда, с праздничным настроением. Чтобы они чувствовали себя всегда необделёнными вниманиями, что понимали, что их любят, ценят, и мы ими гордимся. Глава города Дмитрий Наумов сказал, что память о великом подвиге фронтовиков и тружеников тыла в сердце каждого из нас. И поблагодарил ветеранов за мудрость и любовь к жизни. Александр Инин и Дмитрий Шаталов.